Теннисист Легкая атлетика, акробатика, гимнастика, фигурное катание, волейбол и даже ссанный спорт. Везде были медали, грамоты, дипломы и, конечно, признание партнеров и соперников, среди которых был и олимпийский чемпион. Я же в свое время с Евгением Минаевым, который олимпийский чемпион, мы же в одной группе акробатикой занимались на всех праздниках в Айдановском парке. Мы там делали акробатические тюны, у нас 6-7 человек было. Представляете, я наверху, это в стойке на руках был, представляете? Среди всех медалей есть и такая, которую Евгений Иванович завоевал не на спортивных соревнованиях, а на то самое главное в его жизни. Я спас людей, двоих на реке Сестре, мальчика и девочка, 12 лет и 7-летнего. Прямо у меня сейчас лодочные станции рядом здесь, они тонули. И вот я их спасал на лодке, они перевернулись. И я где-то 2,5 метра нырял и их спасал. Мне потом, значит, мне дали спасение утопающих. 75 лет жизни Евгения Ивановича были настолько насыщенными, что даже, как он сам отмечает, хватило бы на приличной толщины книгу. Она бы точно заинтересовала любого читателя, даже далекого от спорта. Ведь в его биографии бывали и такие случаи. Я и Битлес там застал. Вот мы там как раз приехали и Битлеса давали концерты. Я там был на этом концерте. Нас пригласили, вот эти хозяева, да, в Ламперансе. И мы там, как говорится, видел этот Битлес, как вот вас вижу сейчас. Тяжелое детство в военные годы, потери отца и маленького брата не сломили еще только формирующийся характер мальчика. Став взрослым юношей, он успешно окончил военное училище, после чего связал свою жизнь с авиацией. Наша целоэтажная группа с Мурманской до Пенка ходила. Мы ледокольные вот эти вот эшелоны, которые шли в Аляску, в Азию, да, сопровождали там почти круглый год. Вот я там где-то на севере по трех лет там был. Вот такие места, где там вообще, говорится, нога человека не ступала. Вернувшись в Клин, вновь погрузился в спорт, начал тренировать, заниматься организаторской деятельностью и выступать на соревнованиях. Все это он делает и сейчас, в свои 75 лет. Надо дать должное, что в возрасте 75 лет в Клину нет никого. Ну, играет, конечно. В области тоже не очень много, но в России тоже. Это все очень серьезно. Но человек, ну как, это уже вечная болезнь в хорошем смысле. А такие будут играть до конца. А по-другому, скорее всего, и быть не может. Ведь для Евгения Земского спорт это не просто хобби и увлечение, а как он сам признается, это смысл всей его жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok